Пять минут на поиски пострадавшего. Водолазы поисково-спасательной службы отработали методики спасения человека. По легенде спасателей, человек утонул в районе посёлка Старый Качгард. За работой под водой с берега наблюдала наш корреспондент Елена Семёнычева. В этом районе утонул человек. Это всё, что известно спасателям. На сборы считанные минуты. Но качество подготовки от этого пострадать не должно. Температура воды всего 6 градусов. Вода немножечко холодная. Под этот костюм нужно немного потеплее одеться. Следующие водолазы сейчас будут одеваться и потеплее одеться. То есть довольно-таки прохладно. Ну, вода ещё 6 градусов. Помогают водолазам выполнять подводные работы специальные костюмы из водонепроницаемой ткани, которые недавно поступили в поисково-спасательную службу. Костюм триламинат такой есть. Он жёсткий. Ну, он вот особо прочный. Его специально взяли для того, чтобы не было под водой много мусора и чтобы не было порезов. 30 сантиметров – такая зона видимости у водолазов, работающих в Печоре. Чтобы справиться с поставленной задачей, всё приходится делать буквально вручную. Первая сложность – это, конечно же, видимость. То есть видимости ноль. То есть если мы берём яркий луч, фонерик с собой, мы, значит, когда где-то на суше, аж ослепляют глаза. А под водой, поворачивая на себя этот фонарь, ты просто видишь маленькую нить. И всё. То есть это буквально сантиметров 30 перед тобой. И всё приходится делать в ручном режиме. Искать затонувшего человека спасатели будут привычными для них способами. Каждый из водолазов имеет опыт работы не менее пяти лет. Первый галсовый метод, этого как раз мы сейчас его увидим, то, что у нас натянуты ходовые концы, два ходовых конца. И водолаз идёт по одному концу. У нас очень сложные условия выполнения этих работ, потому что очень плохая видимость. В Печоре, в Печоре очень плохая видимость. Вот, и в притоках. Поэтому ребята идут, одной рукой они держатся за ходовой конец, другой рукой они прощупывают всю зону около себя, чтобы найти искомый объект и ещё самое главное себе не причинить никакую травму каким-то затопленным предметом. Методика отработана. В таких учениях, считают спасатели, самое главное – психологическая закалка и мышечная тренировка. Ведь намокший манекен плюс снаряжение весят всё вместе не менее 50 килограмм. Задание выполнено на отлично. Теперь манекен на просушку до следующих учений.